Ютубу все возрасты покорны. Как пожилой дедушка подписал на себя за один день 700 тысяч человек и стал самым быстрорастущим блогером на платформе? Похоже, Пьюдипаю стоит опасаться вовсе не Т-сириес. Всем привет! Вы на канале Ютубер, где прямо сейчас узнаете самые главные новости из благосферы и не только. Но для начала самые крутые комментаторы прошлого выпуска. Наша Аня громко плачет. Уронили тэшку в чате. Тише, Анечка, не плачь, потому что эффект Барбара Стрейзанд. Кто не забыл про распространять с прошлого видео? Спасибо, спасибо, что я еще раз наткнулась на это слово. Хорошо, Аня, мы учили Аня, спасибо за информацию Анна. Но вам нужно сконнектиться с тем человечком, который стишок про меня составил. Смотрю на Таню, она мне кажется такой игрушкой, но типа Барби, но только умная. Ларин может запретить использовать букву R. И я помогу ему это распространить. Видите, все просто. Оставляешь содержательный комментарий под нашим роликом и можешь попасть уже в следующее видео. Главное, не забудь подписаться на самый крупный новостной проект в Рутубе. А мы начинаем. В одном из наших недавних выпусков мы рассказывали о фотографии яйца в Инстаграм, которая побила мировой рекорд по лайкам в соцсети. И знаете что? Эта история продолжает развиваться. После первой публикации, которая, кстати, уже собрала больше 52 миллионов лайков, в аккаунте появилась еще парочка. Грубо говоря, те же яйца, только в профиль. Вернее, с трещинами. Не сложно было догадаться, что из яйца скоро что-то или кто-то вылупится. А вот что именно? Этим вопросом задавалось все мировое интернет-сообщество. И на днях новый пост все прояснил. Яйцо было в еще больших трещинах со шнуровкой, и в нем легко узнавался мяч для американского футбола. Подпись под фото тоже все расставила на свои места. Ожидание подходит к концу. Все будет раскрыто в это воскресенье после Супербоула. Смотрите первыми только на Hulu. Hulu – это стриминговый сервис. Дело в том, что 4 февраля в США прошла решающая игра Национальной футбольной лиги – Супербоул. Это событие – одно из самых главных и дорогих спортивных ивентов, за которым ежегодно следит огромное количество зрителей – от 100 миллионов человек и больше. Соответственно, реклама в мегапопулярном профиле Юджина, так зовут яйцо, должна была привлечь на стриминговую платформу для просмотра игры еще больше зрителей. Хм, отличная нестандартная пиар-компания, так можно было подумать. Но и это не конец истории. На следующий день уже на вышеупомянутом сервисе Hulu прямо во время игры показали рекламу с участием того самого яйца. Оно жаловалось, что трескается, потому что на него давят соцсети. Реклама завершилась не поверите чем – предложением обратиться в одну некоммерческую организацию, которая помогает людям с расстройствами психики. Неожиданно, правда? Как оказалось, аккаунт именно для этого и создавался – для продвижения глобальных идей, как, например, пропаганда психического здоровья. И, похоже, это не просто слова. В январе создатели профиля делали магазин с мерчем, процент от продаж которого пошел на благотворительность. Но на дворе 21 век, и вопрос создателям, сколько денег приносит и будет приносить яйцо, сам собой висит в воздухе. Журналисты даже называют сумму в 10 миллионов долларов. Якобы столько могла стоить первая реклама в профиле World Record Tag. Сам же владелец, им оказался лондонский рекламщик Крис Готфри, денежные слухи опроверг, вернее, сказал, что сумма была гораздо меньше. И насчет того, какие идеи яйцо Юджин будет продвигать дальше, тоже информацию не дал. Хотя у нас есть для него предложение. Мы совершенно не утрируем, когда скажем, что весь мир сплотился, чтобы помочь Пьюдипаю удержать лидерство на вершине мирового ютубовского пьедестала. Даже на только что прошедшем кубке Super Bowl призывали подписаться на Пьюдипая. Американский блогер Мистер Бист, у которого 14,5 миллионов подписчиков, изначально хотел выкупить целый рекламный блог и разместить там призыв подписаться на Феликса. Чтобы вы понимали, средняя цена рекламы на Super Bowl примерно 5,5 миллионов долларов. В итоге он просто купил несколько мест в секторе и посадил туда людей с говорящими футболками. Расчет был на то, что броская надпись на футболках попадала бы в эфир каждый раз, когда кто-то пробьет поворотом. Вот только как иногда бывает. Идея хороша, но реализация хромает. Главный матч года оказался с крайне низкой результативностью, из-за чего надпись с призывом подписаться на Феликса попала в эфир только один раз. Хотя попытка была серьезная, согласитесь. Такие глобальные меры не случайно. Именно в последние дни отрыв от T-Series сокращался на каких-то 40 тысяч подписчиков. В воскресенье Феликс даже провел стрим под говорящим названием «Да, я в отчаянии». Блогер полтора часа играл в Fortnite, и это помогло увеличить отрыв от индийского лидера до 96 тысяч. Наши блогеры тоже не остались в стороне. Юлик, Кофе Ченнел, Фрэш и другие русские ютуберы успели задонатить Феликса во время стрима, таким образом поддержав его. А поддержка блогеру нужна сейчас как никогда, так что если вы до сих пор не подписаны на PewDiePie, милости просим. Кстати, Феликсу стоит взять на заметку нашу следующую историю. Кто знает, может быть совсем скоро его главным конкурентом за первенство на ютубе станет бразильский пенсионер. Что? Знакомьтесь, это Нильсон Исаес. Сложно сказать, сколько ему лет, вконтакте его нет. Но абсолютно очевидно, что мужчина преклонного возраста живет в Бразилии и ведет свой ютуб-канал. Контент до невозможности милый и простой. Нильсон просто снимает на камеру свой дом, показывает хозяйство, а еще очень любит делать лизунов. Но самая главная фишка блогера в другом. Уверены, вы такого раньше не встречали. Мужчина записывает в блокнот имя каждого нового подписчика и благодарит их всех в роликах. Мило, правда? Лайк, если считаете, что такой искренности должно быть больше на ютубе. 1 февраля канал Дедули насчитывал около 2000 подписчиков. Сейчас на нем больше миллиона пользователей. Теперь, чтобы поблагодарить каждого за поддержку, ему понадобилось бы несколько жизней. 3 числа он подписал на себя более 700 тысяч. Это больше, чем PewDiePie и T-Series вместе взятые. Это вообще больше, чем PewDiePie когда-либо подписывал. Так что же произошло? Магия ютуба под названием завирусилась. Если помните, у нас тоже был похожий случай. Только вместо пожилого дедушки неожиданная популярность свалилась на девочку Алину. После ролика никто не пришел на фан-встречу. Тогда на ее канал подписалось 400 тысяч человек за неделю. Полагаем, что и тут зрители по чистой случайности нашли его канал и превратили в новую ютуб-сенсацию. Только представьте, самый быстрорастущий блогер на платформе это 70-летний дедуля. По-моему, только за это и можно любить интернет. Миллиардер Игорь Рыбаков отобрал у Дмитрия Портнягина миллионы долларов. К счастью для Дмитрия, только в клипе. Один из самых состоятельных предпринимателей России снял свое первое музыкальное видео. Причем не просто музыкальное видео, а первый в мире благотворительный клип, который уже собрал миллионы рублей. По словам самого Рыбакова, эти деньги пойдут на поддержку школьного образования. В съемках приняли участие множество известных блогеров, среди которых вы можете заметить Эрика Дабидыча, Алана Янилеева и Дмитрия Портнягина. Последнему, кстати, по сюжету досталось больше всего, но не будем спойлерить, лучше сами все увидите. Переходите по ссылке в описании и не забудьте написать в комментариях, что вы от ютубера. И, конечно же, делитесь своим мнением о самом клипе. Я думаю, что создателям будет полезно почитать обратную связь от своих зрителей. Трагические новости всколыхнули российские соцсети. 3 февраля стало известно о смерти Кирилла Толмацкого, более известного как Децл. Рэперу было 35 лет. По словам концертного директора-исполнителя, Толмацкий умер от остановки сердца после концерта в Ижевске. Скорая помощь приехала через 5 минут после вызова и полчаса пыталась реанимировать артиста, но безуспешно. В последние годы имя Толмацкого чаще связывали с интернет-скандалами и судебными разбирательствами с Бастой. Но все же для многих он остается одним из главных рэп-исполнителей, стоявших у истоков этого жанра в России. Дебютный альбом Децла «Кто? Ты?», который был выпущен в 2000 году, поставил рекорд для российского хип-хопа. Один только официальный тираж насчитывал более миллиона копий. Критика и споры тоже не обошли его стороной. Многие не желали мириться с тем фактом, что парень был продюсерским проектом, созданным целой командой. Но никто не станет отрицать, что тогда, почти 20 лет назад, Децл сделал отечественный хип-хоп настоящим мейнстримом и стал первой подростковой звездой во времена, когда не было ни соцсетей, ни ютуба. После смерти в сети вспомнили старые интервью, которые заставляют пользователей строить теории о возможной постанове. Еще в 2007 году Толмацкий говорил о планах инсценировать свой смерть в 35 лет. Потом в 2015 еще раз вспомнил о своем плане, но уже в другом контексте. Мир многогранен, столько всего интересного происходит, что жизни на все не хватит, поэтому я собираюсь прожить минимум 450 лет. Когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет, нужно подумать над этой темой. Безусловно, совпадения очень странные, но поводов для сомнений нет. Уже с 6 числа парня похоронят на Пятницком кладбище. Оксимирон, Нойз МС, Сергей Шнуров, Тимоти, Баста и еще много других исполнителей попрощались с Децлом в своих соцсетях и вспомнили, как они познакомились с его творчеством. Не остались в стороне некоторые блогеры. Хованский, например, оказался возмущен тем, что реакция пользователей на трагическую новость оказалась слабее, чем после смерти Лил Пипа и XXXTentacionа. Как считаете, уместно ли проводить тут подобные сравнения? Даня Кашин также высказал свое мнение касательно смерти Децла и задался любопытным вопросом. При каких обстоятельствах человек становится легендой в глазах общества? Дело в популярности или в чем-то еще? Как бы вы ответили на этот вопрос? А у нас на этом все. Обязательно поддержите лайком это видео, если оно вам понравилось и подписывайтесь на наш канал. С вами, как всегда, был проект Ютубер. Меня зовут Эрик. А меня Таня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok